Бобруйск входит в список 11 городов страны, численность которых превышает 80 тысяч человек. Глава государства поставил задачу ускорить развитие этих регионов. Оно должно сопровождаться ростом производства, чтобы улучшить благосостояние жителей. Поэтому сегодня стоит задача поднять экономику и эффективность предприятий Бобруйска и района. Визит председателя Могилевского обл. исполкома начался с рабочего совещания в госполкоме после мини-экскурсии по музею Былшины. А затем Леонид Заяц встретился с трудовым коллективом. Промышленный гигант посетил впервые. Однако с брендовой продукцией знаком давно. Руководитель Могилевской области отметил, раньше, чтобы приобрести шины для сельхозтехники Беларусь тратила большие деньги, закупая продукцию в России, Германии и Франции. Теперь же, благодаря Бобруйскому промгиганту, появилась возможность приобрести то, чего ранее не хватало по доступной цене. Предприятие освоило практически всю линейку сельскохозяйственных шин и фактически заменило импортных конкурентов. Более того, 60% продукции экспортируется. Но всё же есть невыполненные показатели. Задача – исправить ситуацию. Предприятие уже неоднократно готовило бизнес-планы, которые в настоящее время проходят экспертизу в Совете министров, ну и в отраслевых министерствах для того, чтобы получить пополнение оборотных средств и нарастить объёмы выпускаемой продукции. Этот день информирования на Белшине прошёл в формате открытого диалога. Каждый сотрудник в присутствии губернатора, помощника президента по Могилёвской области и заместителя председателя концерна воспользовался возможностью задать волнующий вопрос и тут же получить ответ. Эта встреча, отмечают сотрудники, даёт реальная надежда на улучшение жизни. Я услышал, что у нас появилась какая-то прибыль. Слушать про прибыль после того, как все говорят, что у нас убытки, мне так приятно. Плюс ещё определились с сроками строительства садика в 67-м микрорайоне. Это тоже не может не радоваться. В рамках Дня информирования Леонид Заяц озвучил ключевые аспекты послания президента к белорусскому народу. Также затронули темы сельского хозяйства, демографии, образования и государственной поддержки многодетных и не только. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.